Всем привет! Меня все так же зовут Елена Галант и я неизменно рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня, я надеюсь, будет очень актуальная для вас тема. Будем говорить о верхней одежде на зиму. Я для вас подготовила топ-5 самой интересной, достойной верхней одежды. Причем мы с вами будем говорить как про трендовую верхнюю одежду, так и просто на современную интересную верхнюю одежду, на которую стоит обратить внимание. И вкратце пройдемся по тому, как лучше подобрать, какой силуэт и какую длину под ваш тип фигуры и ваш рост. Я для вас подобрала конкретные ссылки, то есть мы с вами будем говорить не в общем о том, что бы стоило бы купить, а я буду показывать конкретные вещи, которые сейчас есть у различных производителей. И сразу вот прям в начале хочу с вами договориться о том, что давайте не будем мериться и говорить, что зима это минус 40, нет, зима это минус 20, а для кого-то, возможно, зима это всего лишь плюс 5. Любой активно путешествующий человек скажет вам, что в горах минус 40 может ощущаться намного комфортнее, чем минус 5 в морском городе, где сильный ветер и влажность воздуха иногда достигает 90%. Поэтому даже одна и та же температура может ощущаться совершенно по-разному. И хочу я начать с пуховиков, как самого удобного, комфортного вида верхней одежды. Для меня самое большое преимущество пуховиков заключается в том, что по ним не всегда можно определить, сколько они стоят, то есть с точки зрения стиля это очень хорошая вещь. К примеру, мы можем взять одну и ту же девушку, сначала надеть на нее пуховик за 1000 долларов, а потом пуховик, правильно подобранный пуховик за 50 долларов. И окружающие не заметят совершенно никакой разницы. Как это сделать, мы сейчас как раз и будем с вами говорить. В первой категории базовые пуховики я хочу все-таки поговорить с вами о составе, потому что говорить о пуховиках и не говорить об их составе будет неправильно. Самое главное в пуховике это его душа, его наполнение. Что такое хороший пуховик, который по-настоящему греет? Это тот, в котором есть пух-перо в составе. И как вы знаете, производители используют пух или перо водоплавающих птиц. Это является самым теплым наполнением пуховика. Идеальная пропорция 70 на 30, то есть 70% пуха и 30% пера. Возможно даже еще формулировки 75 на 25. Но есть такие производители, которые производят пуховики со 100% пухом, потому что если сравнивать пух и перо, то конечно же пух греет лучше всего. Конечно, такие пуховики стоят не копеечные деньги, потому что мы с вами знаем, что все натуральные наполнители, они нынче не дешевые. Я для вас подобрала несколько вариантов, точнее 7 самых лучших пуховиков с хорошим составом, которые по-настоящему будут греть. И сейчас мы с вами вкратце о них поговорим. И пуховик номер один, который я хочу вам показать, это пуховик бренда Addon. Этот бренд производит пуховики со 100% наполнением из пуха. То есть, как я уже говорила немного раньше, эти пуховики будут по-настоящему вас согревать. Обратите внимание, очень изящный и аккуратный силуэт. Подойдет девушкам невысокого роста и девушкам, возможно, даже слегка полненький, потому что он будет все-таки создавать немного вытянутый, аккуратный силуэт. Кстати, вот в этом же месте хочу поговорить. Если вы невысокого роста, метр шестьдесят три, метр шестьдесят пять и ниже, тогда выбирайте пуховики, которые будут выше колена. Желательно где-то посередину линии бедра. Пуховики чуть-чуть длиннее, то есть те, которые уже ближе касаются к колену, посередине колена или ниже, будут съедать ваш рост, и вы будете выглядеть, ну, немного колобком. Поэтому все-таки длинные пуховики нам придется оставить для девушек высокого роста. Этот пуховик нейтрального серого, очень красивого графитового цвета, подойдет уже и более высоким девушкам, потому что здесь, как вы видите, его длина немного ниже, и точно так же это стопроцентный пух, то есть очень и очень хороший состав. Следующий пуховик немного более веселый, потому что все-таки не надо зацикливаться на базовых цветах. Я понимаю, что хочется купить пуховик, который вы сможете носить три, пять, восемь лет, но все-таки иногда можно себя побаловать яркими цветами. Очень яркий цвет, очень красивый пуховик, это другой бренд, тоже оставляю на него ссылку в инфобоксе. Мне кажется, очень хороший вариант для девушек среднего роста или чуть выше среднего роста. И кроме этого, мне нравится, что он хорошо застегивается, то есть ему можно закутаться, и вас нигде не будет продавать, и опять же, очень хороший состав. Следующий пуховик это трендовый пуховик одеяла. Если вы меня спросите, до сих пор можно ли их носить, да, они до сих пор в тренде. Единственный момент, во-первых, обратите внимание, что зачастую у таких пуховиков плохая застежка, то есть когда вы выбираете, какой именно пуховик одеяла купить, обращайте внимание, чтобы у него были хорошие застежки, чтобы воротник можно было плотно закрыть, иначе вас будут везде продувать, и смысла в этом пуховика будет никакого. Черный пуховик Bacon, у него точно так же очень хорошее наполнение, как и у всех пуховиков, которые я говорю в этой группе. Следующие пуховики это всем известные и любимые пуховики бренда Max Mara, причем здесь неважно, это будут их дочерние предприятия, такие как Weekend Max Mara или Max & Co. В любом случае, они производят очень качественные добротные пуховики. Если вы хотите себе купить куртку, которую вы будете с удовольствием носить 8 лет, 10 лет, то, конечно же, обращайте внимание на их пуховики. Они точно так же делают очень качественное наполнение, пускай они не такие объемные, как те пуховики, о которых я говорила немного ранее, но зато они очень теплые. Первый пуховик это Weekend by Max Mara. Стоит он порядка 320 фунтов, кстати, и на все предыдущие пуховики, и на все, о которых я буду говорить в этом видео. Я оставляю ссылки под этим видео, поэтому если вы хотите узнать, сколько они стоят, рассмотреть их поближе, открывайте инфобокс. Очень понравился мне более женственный силуэт. Если мы вначале с вами говорили о преимуществах пуховиков, то недостаток пуховика является то, что он не статусный. То есть это такая вещь, которая, конечно же, у многих ассоциируется с подростковым возрастом. И тут моя маленькая заметка. Если вы не носите пуховики именно из-за их подростковых ассоциаций, тогда выбирайте статусные пуховики от больших, великих брендов. И вот, например, вот такой пуховик, который покроен очень женственно, который имеет поясок, с помощью которого можно сделать акцент на талии, не будет выглядеть подростково в таких пуховиках. Даже женщина в 50-60 лет в любом возрасте будет выглядеть очень женственно и благородно. Второй пуховик Weekend Max Mara немного более короткий, подойдет для женщин более низкого роста, среднего и ниже среднего роста, для тех, у кого есть, возможно, красивые женственные формы. Обратите внимание, они все силуэтные, они все создают красивый, слегка вытянутый силуэт. То есть это те пуховики, которые отлично будут смотреться на взрослых женщинах, на тех, кто хочет подчеркнуть свой статус. Итак, мы с вами закончили говорить про группу пуховиков с натуральным наполнением. Я вам показала 7 пуховиков, оставляю на них ссылки, а сейчас будем говорить о пуховиках с синтепоновым, то есть синтетическим наполнением. Синтепон считается, что не так греет, как натуральный пух или перо, за ним нужен внимательный уход. Что я имею в виду? Считается, что после первой стирки синтепон потеряет свои теплоизоляционные качества, поэтому старайтесь его не пачкать, а если и пачкать, то стирать его в химчистке, не в стиральной машинке, так он вам прослужит дольше. Кстати, есть еще и современный наполнитель. Это синтетические материалы, которые были произведены и созданы буквально 2-3 года назад. Первый материал называется синтепух, то есть как из названия вы можете понять, что это некоторый симбиоз пуха и синтепона. И второй материал из-за софт. Все это современные материалы, стоят они не намного дешевле, скажем так, вообще не дешевле, чем натуральный пух или перо. Но просто вы должны знать, что и современное наполнение пуховиков бывает искусственным, синтетическим, но греет оно не хуже, чем пух или перо. Синтепон производители обозначают как вул, катон или полиэстер. Я оставляю здесь вам название этих материалов, для того, чтобы вы могли их узнать, когда будете рассматривать пуховики в магазинах. Самым большим преимуществом синтепонового пуховика является то, что он стоит недорого. И вот в данном конкретном сегменте мы с вами можем поговорить о трендах, потому что, как я уже говорила, на трендах можно сэкономить и покупать более недорогие варианты. Так вот, если вы хотите, купите пуховик, который будет вас немного согревать, но при этом создавать очень свежие, интересные образы, тогда выбирайте пуховики синтепоновые. И, кстати, если мы вообще с вами говорим о трендах, то, конечно же, тренд номер один – это яркие, необычные, асимметричные, необычного кроя пуховики или из необычных материалов. Итак, первый пуховик – это красный яркий пуховик, который слегка длиннее нашей пятой точки, то есть нас он будет хорошо согревать. Это бренд Monkey, стоит он порядка 60 фунтов, если я не ошибаюсь. Я его выбрала, во-первых, из-за того, что у него очень яркий, красивый, красный, насыщенный цвет. Во-вторых, он подойдет девушкам среднего роста, ниже среднего роста. И, как мне кажется, пуховик должен быть достаточно-таки теплым, потому что он очень объемный, то есть там несколько слоев синтепона. Второй и третий пуховик, конечно же, я не могла промолчать и не показать, не подобрать вам два пуховика в цвете металлик – это серебро и золото. Оба очень ярких, очень красивых пуховика, они здорово разукрасят любой базовый гардероб и будут здорово смотреться как на молодых девушек, так и на девушках немного более взрослого возраста. Теперь показываю вам уже длинный, удлиненый пуховик, он будет здорово смотреться на высоких девушках, на тех, кому метр семьдесят два и выше. Мне нравятся такие пуховики, из-за того, что вы можете надеть все, что угодно под низ, закрыться, и вы будете как в коконе тепло себя ощущать. Еще один пуховик – это пуховик манго, я его мерила, держала в руках, очень мне понравился. Цвет, конечно же, потрясающий, ну и достаточно большой объем, то есть есть шансы, что он вас будет неплохо таки греть. А это, пожалуй, мой любимый пуховик в этой подборке – это пуховик Asos. Во-первых, он мне понравился тем, что у него очень блестящая поверхность, а во-вторых, мне кажется, это будет отличный вариант для тех, у кого слишком много черных вещей в гардеробе, и вы хотите как-то разукрасить свой ежедневный стиль. Обращайте внимание на вот такие яркие пуховики. И еще один пуховик – одеяло, который, как вы видите, имеет очень хорошую застежку. Обычный черный пуховик, но за счет этой формы и застежки он выглядит очень трендово и свежо. И опять же, подойдет для более высоких девушек, потому что, как вы видите, он слегка удлиненный. И третья категория, о которой я хочу с вами поговорить – это шубы из искусственного меха. Как вы знаете, года три назад они стали быть очень популярными, и с тех пор они не уходят с наших улиц, с подиумов. И мне это очень нравится, потому что современная индустрия моды шагнула настолько вперед, что искусственный мех зачастую выглядит точно так же, как натуральный мех. И только при близком рассмотрении можно понять, что этот мех искусственный. К сожалению, он не будет так согревать, как натуральная шуба, потому что все-таки подпушек у натуральных шуб – это то, что по-настоящему греет. Он намного плотнее, намного теплее, чем у искусственных. Но если надевать хороший свитер, кашемированный свитер под шубу, то и любая искусственная шуба будет вас хорошо согревать. Я для вас выбрала семь шуб из искусственного меха, которые лично я советую, которые лично у меня находятся в вышлисте, и которые я, скорее всего, какую-нибудь из них приобрету. Итак, шуба номер один – это Warehouse. Стоит она 89 фунтов. Я специально выбрала шубу нейтрального цвета Camel, потому что она выглядит более благородно, чем ежели она была бы, скажем, красного или зеленого цвета. И в такой шубе можно будет составлять много благородных, изысканных, элегантных образов. Ну и будут здорово смотреться с обычными хулиганскими джинсами и целыми хулиганскими образами. Шубка номер два – это для любителей анималистических принтов. Как вы знаете, леопардовый принт у нас сейчас в тренде, поэтому я советую вам приобрести именно эту шубу бренда Asos. Стоит она 75 фунтов. С одной стороны, она преподносит нам вот этот анималистический тренд, но с другой стороны, шуба выглядит достаточно-таки изысканно и элегантно, и она не будет выглядеть слишком вульгарно за счет простоты принта. Шуба бренда True Religion, те, кто знают меня и следят за моим блогом на galangirl.com, знают, что в прошлом году я практически всю зиму относила точно такую же шубу, но с другим принтом. У меня был принт питона. В данной шубе это черно-белый принт, и могу сказать, что именно этот фасон шубы сидит очень классно практически на любой фигуре. За счет того, что здесь рукав реглан, как вы знаете, реглан делает наши плечи более покатыми. Особенно, кстати, обратите внимание на такой фасон и на такой рукав девушки с широкими плечами, те, кто хотят сделать свои плечи немного уже, потому что вот данная шубка будет здорово скрадывать ваши широкие плечи, делать ваш силуэт более утонченным и более женственным. Четвертая шуба это горчичного цвета шуба Gestus. Я знаю, Даша Камалова уже на нее ссылалась. Даша, привет! Я не знаю, если вы после Даши нововиде еще не купили эту шубу, то вы просто обязаны ее купить после моего видео, потому что я считаю, что вот из всей подборки искусственных шуб именно эта шуба самая стильная, самая классная. Она будет выглядеть здорово на практически любом типе фигуре, на любой девушке, будь то ей 18 или 60. Очень классная. И посмотрите, как она классно смотрится, когда надеваешь сверху поясок. Все, не буду больше о ней говорить. Я знаю, вы и так уже наслушались об этой шубе, но действительно, правда, ее не посоветовать просто невозможно. Следующая шуба для тех, кто не боится более ярких красок, для тех, кто хочет все-таки более яркие шубы. Очень красивый и правильный оттенок красного. Еще одна шубка бордового, более спокойного оттенка. Очень плотный, хороший мех. Тоже, я считаю, очень хороший выбор, поэтому вам ее советую. И, конечно же, на все эти шубы, о которых я говорю, я оставляю ссылку в инфобоксе. И последняя шубка, это шубка горчично-желтого цвета, двубортная. Тоже очень интересная шубка для девушек невысокого роста или, возможно, даже ниже среднего роста. Кстати, обратите внимание, что практически все шубы, которые я для вас выбрала, это все шубы более нейтральных цветов. Я старалась не выбирать слишком яркие шубы, допустим, с рисунком радуги или что-то в этом плане, потому что я считаю, что шубы из искусственного меха, если они еще имеют слишком яркий, слишком детский принт, рисунок, то они могут немного дешевить нашу внешность. Поэтому все-таки, если вы выбираете шубки из искусственного меха, старайтесь выбирать их более благородных нейтральных цветов или, если ярких цветов, то каких-то классических оттенков, допустим, красный или классический желтый с горчичным подтоном. В общем, такие шубы будут выглядеть немного более благородно, чем они есть на самом деле. И сейчас мы будем с вами говорить про дубленки. В целом, хочу сказать следующее. У дубленок есть один недостаток. По ним всегда видно, сколько она конкретно стоила вам. То есть, если, допустим, пуховик вы можете купить и за 50 евро, и который будет выглядеть супер элегантно, супер дорого и благородно, то с дубленками все обстоит совсем по-другому. Для того, чтобы дубленка выглядела хорошо, скорее всего, вам придется за нее заплатить много, потому что дубленки из искусственного меха, они не так греют, как дубленки из настоящего меха. И зачастую они выглядят не так изысканно и не так хорошо, как натуральный мех. К сожалению, но это факт. Поэтому в этом месте, в этой категории я с вами буду говорить только про качественные, дорогие, хорошие дубленки. И, конечно же, тренд номер один, про который, наверное, не сказал только самый ленивый, это дубленки-авиаторы. Практически все люксовые бренды, начиная от Пёртбери, Акне, Хельмут Лянг, Балентияго, выпустили в этом сезоне классные, очень стильные дубленки-авиаторы. Конечно, стоят они немаленьких денег, но такое вложение будет оправдано. Конечно, не факт, что эти дубленки в следующую зиму и последующие года будут все так же в тренде, но, по крайней мере, если вы покупаете качественную вещь, то вы в любом случае ее будете носить несколько лет. И плевать, что это тренд или не тренд. Я здесь не буду долго задерживаться, просто скажу о том, что все те дубленки, которые я здесь показывала, и на небольшую группу подобных дубленок-авиаторов в масс-маркет-сегменте я оставляю ссылки в инфобоксе. Мы сразу с вами перескакиваем на следующий вид дубленок, который я хочу вам посоветовать. Это минималистичные двусторонние дубленки. Я бы не назвала это трендом, я бы назвала это скорее некой данью современной моды. Если вы хотите купить дубленку, которая прослужит вам долго-долго-долго, много лет, тогда выбирайте минималистичные дубленки и уж тем более двусторонние дубленки, которые вы полноценно можете носить как на одну, так и на другую сторону. И первую дубленку, которую я хочу вам показать, это бренд, английский бренд Joseph. Я ее специально выбрала в самом начале, потому что для меня это некий симбиоз между дубленкой-авиаторами и минималистичной дубленкой, потому что она как раз где-то посередину. То есть вроде бы как улавливается силуэт дубленки-авиатора, но в то же время это не классический авиатор. То есть именно в такой дубленке можно будет точно не бояться, что вы в тренде или не в тренде. И здесь это слово совершенно неуместно. Ну и кроме того, она полноценная двусторонняя дубленка. Вторая дубленка, в которую я просто влюблена, это итальянский бренд Gianni Ferenza, если я не ошибаюсь. И выполнена она как скромный обычный жакет, минималистичный, простой, без лишних деталей. Ее опять же точно так же можно носить полноценно и на одну, и на вторую сторону. Третья дубленка, наверное, это самая моя любимая дубленка в данной подборке, это бренд Vinci. Я уже, кстати, не раз говорила про этот бренд, и когда говорила о кашемировых свитерах, кстати, оставлю ссылку на это видео, в инфобоксе. И это полноценная двусторонняя дубленка, ее можно носить как на одну, так и на вторую сторону. Здорово подойдет для девушек невысокого роста и для тех, кто много ездит за рулем. И очень, очень красивый, нейтральный карамельный цвет. И в конце этого видео хочу сказать, что мы с вами совсем не поговорили про пальто, потому что я считаю, что все-таки пальто больше относится к демисезонной одежде, верхней одежде. И тем более пальто достойно отдельного видео, я обязательно как-нибудь его сниму. Наверное, уже поздно его снимать в этом году, может быть, ближе к весне. А я буду с вами прощаться. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я очень надеюсь, что в этом видео вы услышали кое-что полезное для себя и услышали кое-что новое для себя. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. И не забывайте подписываться на мой канал, для того, чтобы не пропускать мои видео. Всем хорошего настроения и солнечного дня!